Смотрим дальше левую руку. Она, я думаю, важнее, чем правая, потому что на ней больше сложностей, скажем так. Ну, а на самом деле они равноправны. Да. В общем, смотрите, как располагается большой палец. Он должен находиться за грифом, но невысоко и вот так, чтобы не торчал, как это на акустической гитаре еще можно, но если на классике, то не советую. Он должен располагаться посередине грифа, даже чуть ниже можно. И вот здесь у вас должно оставаться расстояние. То есть не нужно вот так лепить к грифу вашу руку. Вот поставили, здесь у вас расстояние. И дальше мы уже четырьмя этими пальцами. Здесь уже пальцы другие. Первый, второй, третий и четвертый. Они извлекают ноты. Да, да, ноты. И первое упражнение, которое мы с вами должны попробовать, это называется упражнение «Змейка». Или ее еще как называют один, два, три, четыре упражнения. Ставим на первый лад. Ну, вы же знаете теперь, где лады. Первый лад, вот. До. Между двумя парошками. Верхним и первым. Первый лад, второй лад, третий лад, четвертый лад и так далее. Ставим, зажимаем шестую струну на первом ладу. Пробуем излечь. Тут на правой руке большим пальцем два раза звук. Вот. Зажали. И чтобы он у вас звучал чисто, зажимать нужно кончиком пальца. И на начальном этапе прям сильнее зажимать, стараться. Может у вас даже пальцы чуть-чуть болеть будут, но это они еще только привыкают к нагрузке. В дальнейшем они станут тверже, и вам будет легко играться. Зажали. Чтобы вот такой чистый звук получался, не дребезжащий. Два раза извлекли. Дальше. Второй палец ставим на второй лад. Два раза извлекли. Дальше третий палец на третий лад. Дальше, если вы сможете дотянуться мизинцем, четвертый лад зажимаем. Опять-таки, вы дотянетесь до него, если соблюдали мои правила, которые я вам сказал. А то, если у вас здесь осталось расстояние, большой палец находится вот здесь. Здесь ниже середины грифа, даже посередке. Вот. И кисть у вас должен быть немного впереди. То есть не нужно вот так сидеть. Так вы, конечно, не достанете. Чуть-чуть вперед вытаскиваете кисть. Извлекли четыре лада. Дальше сдвигаемся на один лад вперед. Дальше уже вторую, третью, четвертую, пятую дергаем. То есть по два раза. И чистый звук вот такой должен выходить. Дальше на третий лад. И так двигайтесь до двенадцатого и обратно. Обратно уже идете. То есть четвертая, третий, второй палец. Дальше на одиннадцатый лад. Одиннадцатый, десятый, девятый, десятый. Дальше. То есть восьмой, десятый, девятый, восьмой, седьмой. И так спускайтесь. У вас получается, значит, первая струна. Если получается, дальше спускайтесь на вторую струну. То есть на вторую, говорю. На пятую, ниже стоящую. И также пробуйте играть. Это очень важное упражнение для развития и укрепления ваших пальцев. Надеюсь, вы его будете выполнять. Если у вас он уже получается хорошо, вы можете по одному извлекать звук. То есть раз, два, с два, с два, с два, с два. И все большим пальцем. Смотрите, у меня постановка все время стоит. Вот. И большой палец только здесь играет роль. Он дергает и опирается на ниже стоящую струну. Вот. 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 И обратно опускаете по одному пальцу. Четвертый ставим. Если, например, вы идете сверху, сыграли четыре. Дальше мизинец связываете с указательным пальцем уже ниже стоящей струны. Вот. Четвертый дошли, поставили первый, чтобы без пауз прошли. Дальше мизинец с указательным пальцем. Взяли. И обратно. В обратном порядке уже указательный. С мизинцем. Связываете. Все понятно. Это упражнение вам для левой руки. Второе упражнение для левой руки извлекается на первых трех струнах. Берем первую струну на первом ладу. Пробуем извлечь два звука. Тут дергаем I и M пальцами. То есть первыми и вторыми. Указательным и средним. Тоже зажимаем на левой руке кончиком и посильнее, чтобы не дорожал звук. Дребезжащий не был. Такой чистый кристальный звук. Дальше на второй лад ставим второй палец. По два раза извлекнули. Третий лад. Четвертый лад. Если достали. Дальше, друзья, уже попробуйте соединить басовые струны с нижними. То есть идем с большим пальцем сначала. По разу, да? Каждую воспроизводим. Все ниже, ниже спускаемся. Вот четвертая струна закончилась. Переходим тут уже на I и M пальцы. И A тоже используйте. Развивайте все пальцы. Пытайтесь использовать все три вот этих пальца. И обратно. На большой перешли палец. Вот мы с вами прошли сверху вниз и поднялись. На первых четырех ладах. Дальше сдвигаемся на второй лад и также сверху вниз проезжаем. И на этом не все. Продолжаем дальше до 12 лада. Ваши пальцы будут просто гореть. Но это упражнение очень важно. И без него, я думаю, вам не обойтись. Ваши пальцы должны окрепнуть. И у вас будет все отлично. Приступаем к следующему этапу. Уже воспроизводим аккорды. Начнем с аккордов, а потом уже к нотной грамоте перейдем. Кто хочет дальше развиваться. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok